Навести порядок на дорогах, улучшить институт участковых уполномоченных, вернуться к резонансным делам о новых приоритетах в работе самарских правоохранителей, журналистам рассказал генерал-лейтенант полиции Игорь Иванов, который месяц назад вступил в должность начальника главного управления МВД России по Самарской области. До этого Игорь Иванов возглавлял главк полиции в Кемеровской области, а сам полицейский родом из Челябинска. Игорь Иванов поделился с журналистами первыми впечатлениями от Самары. «Первые впечатления очень позитивные от города и от области. Если не могу лукавить, действительно очень позитивные. И то, что по городу проедешь, ну и можно сразу сказать, Волга есть Волк. Я поработал в разных регионах, родился, вырос на Урале. Волга, конечно, это впечатление серьезное. Самара, конечно, восхищает и в плане, как жители относятся к городу, и как чтут историю. И вот это сочетание действительно исторических зданий в Октябрьском, в Ленинском районе и новые микрорайоны. То есть, ну действительно, много есть позитивного». Новый начальник полиции отметил, что делает ставку на открытое взаимодействие с журналистами и блогерами в регионе и надеется на плодотворную совместную работу. Обозначил Игорь Иванов и приоритетные направления. «Ситуация на дорогах. Конечно, она сразу бросается в глаза. На мой взгляд, нужно сделать все и включить все административные ресурсы, чтобы пробок на дорогах было как можно меньше. Для этого мы уже провели несколько рабочих встреч с главой города и уже видеть, началась работа по светофорным объектам. Это не просто так, это действительно наша инициатива, мы будем продолжать. Мы будем продумывать в целом работу ГИБДД по въезду в город. Генерал сообщил, что лично каждые сутки разбирается, если экипаж ГИБДД прибыл на место ДТП более чем через пять минут. Для поддержания общественного порядка на улицах муниципалитетов планируется усилить работу экипажей ППС. На помощь сотрудникам полиции также прибудут добровольные народные дружины и сотрудники частных охранных предприятий». Светлана Кудрявцева, События.